Привет! В далёком 2017 году я когда-то снимал ролик на скорую руку о том, что будет, если установить дату, год которого превышает четырёхзначное число. Я тогда это всё проверял на Windows XP и результат меня не то чтобы вполне себе меня впечатлил, он меня тогда очень удивил, но система всё-таки вышла в 2001 году, прошло больше 20 лет, сейчас уже давно вышла Windows 11 и в принципе было бы неплохо проверить там наличие этого, так скажем, прикола. В этом видео мы рассмотрим работу Windows 11 при установке десятитысячного года и выясним из-за чего и почему оно так происходит. Что ж, давайте начнём. Перед нами сейчас обычная версия Windows 11, ничего примечательного так-то в ней нет. Если посмотреть на календарь из панели задач, то там можно увидеть, что годовой лимит равняется 2121 году, то есть по факту это 100 лет с года релиза Windows 11. Напомню, вышла она в 2021 году. Хотя в классической надстройке панель управления там лимит до 2099 года. Далее листать годовой список попросту нельзя, меня тупо возвращает назад. Но окей, установить любой год в системе можно одним простым способом. Если вы подумали про редактирование файла boot.ini, то спешу вас огорчить. Его тут нет. Начиная с Windows Vista, когда пришёл новый загрузчик, Windows Boot Manager. А через программы по типу EasyBCD это не очень интересно. Редактировать параметры загрузки через реестр идея плохая, так как система всё откатывает назад во время перезапуска. Поэтому открываем командную строку от имени администратора и вводим команду bcdedit.setOptionsEdit1. bcdedit это встроенная программа командной строки для управления конфигурационным файлом bcd, который используется загрузчиком Windows начиная с Vista. Функция //set задаёт какое-либо значение для выбранного элемента загрузки загрузчику Windows. Но система на виртуальной машине у нас установлена одна, поэтому это всё будет применяться к Windows 11. Параметр optionsEdit указывает на включение такой настройки как изменение параметров перед полным запуском системы. Ей можно задавать такие значения, как 0, 1, yes или no. То есть включить и выключить. В нашем случае мы её включаем, просто написав цифру 1. После всего этого систему можно спокойно перезагрузить, но перед перезагрузкой мы устанавливаем дату 31 декабря и время близкое к полуночи. И во время загрузки вместо логотипа Windows появляется вот такой экран, где можно задать свои параметры перед запуском системы. Напоминает Windows XP с редактированием файла Boutini. Только там мы делали это в самой системе, а здесь это происходит в загрузчике. Для того чтобы задать какой-либо год для запроса от системы на вывод даты из биоса, мы в конце просто добавляем параметр //year равно и пишем год, который мы хотим. Нажимаем Enter, появляется логотип Windows, начинается загрузка и после входа мы видим тот год, который мы задали. Но есть одно но. Система начинает очень сильно тормозить, причем в некоторых местах это просто невыносимо. В диспетчере задачи ЦП просто берет и упирается в потолок, дай бог чтобы график не пробило. Система даже на каких-либо простых действиях и то задумывается. Даже открытие пейнта из проводника для системы это уже задача высокого уровня сложности. Календарь и какие-либо настройки сети или звука открыть попросту не получается. Они просто не показываются, хотя уже нажал на них, причем неоднократно. Но меню пуск работает, уже неплохо. Однако система держится, спасибо и на этом. Если посмотреть в диспетчере задач, то виновниками этого торжества становится почти весь сетевой стек Windows и группа служб, которая отвечает за синхронизацию и хранение данных учетной записи пользователя. А теперь, как мы со всем разобрались, ждем десятитысячного года. Ну что ж, дорогие друзья, с новым годом! Желаю вам счастья с дар... ладно, мы не об этом. В общем, система перешагнула последний четырехзначный год и наступил первый красивый и пятизначный год. Десятитысячный. Но ко всем тормозам и прочим проблемам добавляется новое. Это нестабильная работа explorer.exe. Проводник, т.е. explorer.exe начинает зависать и циклично перезагружаться. Проработает некоторое время, а потом внезапно зависает и резко перезагружается. Не так по кругу. Приложения как минимум открываются, но только из диспетчера задач. К примеру, я вот открыл Paint и сейчас для теста просто напишу что-нибудь рандомное. Но при сохранении файла Paint внезапно нам сообщает, что параметр задан неверно. Где именно, почему, система не поясняет. Блокнот тут прекрасно открывается и беспроблемно сохраняет файлы, а в свойствах текстового файла здесь исправно отображается дата создания и последнего изменения. 1 января десятитысячного года. Классическая панель управления здесь работает, а вот его UVP-версия не работает. Пару секунд поработает, зависает и вылетает. Классика. Заходить в интернет с такой датой это уже что-то из разряда глупостей и нелепостей, так как нас просто не пустит и скажет а-ля «Хэй, твои часы спешат впереди всего мира, а ну быстро поставил как надо». Сейчас мне вот захотелось посмотреть какую-нибудь фотографию. Приложение фотографии как минимум открывается, но что-то оно фотки не показывает. Либо Paint не сохранил ту фотографию, либо всё-таки это какой-то баг. Надеюсь, что это первое. А если запросить из этого приложения информацию о файле, то оно мгновенно вылетает. В целом система кое-как, но живёт. Но скажу честно, Windows XP была намного стабильнее и, так скажем, прочнее Windows 11. Да, XP тоже тормозила, но как минимум она несмотря на нагрузку старалась отвечать на запросы пользователя, а после перезагрузки вообще всё откатывалось назад и система себя прекрасно чувствовала. Окей, вернёмся к теме. Если систему перезагрузить, то всё ещё хуже. Там выходит полнейший кирпич, система просто зависает во время запуска, но при этом я могу двигать курсором. А со временем попросту сбивается разрешение экрана и система, мягко говоря, начинает чувствовать себя отвратительно. Даже курсор по фреймрейту работает на один кадр в секунду. Подобный баг в наше время является просто каким-либо обычным приколом, потому что, во-первых, до десятитысячного года, когда Москвы пешком, хотя, наверное, даже намного больше, во-вторых, я, да и вы тоже попросту не доживём до этого момента, поэтому волноваться не о чем. А почему так происходит? Почему система так себя ведёт при десятитысячном годе? Дело в том, что при наступлении десятитысячного года система начинает воспринимать это как нулевой год, так как год в системах указан в четырёхзначном значении. И, собственно, имеем, что имеем. Кроме десятитысячного года существует ещё множество интересных годовых значений, при которых происходят различные интересные вещи. Если я вас как-то заинтересовал, то 2000 лайков под этим видео и я снимаю видео на эту тему. Поэтому вот как-то так. А на этом всё. Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео. Также подписывайся на канал, чтобы поддержать мое творчество и достичь 50 тысяч подписчиков. Спасибо за просмотр и до новых встреч!